Вы все говно! Или Жустина, или Джастин, ну, в общем, переводчик мне так это перевел, то есть это, видимо, имя, причем женское, то есть, типа, мы, наверное, во второй части будем за даму играть. Мне все равно, за кого угодно, только не за уебкой из первой части, блядь, потому что в первой части персонажу хотелось оторвать яйца и запихать ему в глотку в конце игры, какой он был мразь. Кстати, я, пока я сегодня шел из банка, где меня жестко выдрали, я подумал о том, что вот почему в этих играх нам никогда не показывают главного героя. Хорошо, в Соми понятно, логично, то есть там, как бы, весь прикол был в том, что, типа, ты не знаешь до середины игры, кто ты, и только потом, типа, ты смотришься в зеркало и понимаешь, кто ты. Хотя, у персонажа было имя, и даже можно было посмотреть его фотографию. Блядь, в Амнезии первой почему-то вообще персонаж безликий. Я, по-моему, в этом прохождении предположил, что, типа, ну, возможно, как это называется, типа, для... Что, возможно, это придумано для того, чтобы игрок мог себя ассоциировать с персонажем. Ну, блядь, я подумал о том, что это не так работает. Вот, вот, совсем не так это работает. То есть, окей, ладно, вот просто, просто пример. Какой-нибудь там, я не знаю, ну, я, конечно, мог бы сейчас проект Персей привести, но я не хочу спойлеров. Ну, возьмем какой-нибудь там Medal of Honor, да, вот я играл на первой сонике в Medal of Honor. Например, главный герой, у него нет лица, у него нет имени, он просто солдат безымянный, у него есть только звание. И, как бы, и ты просто носишься и выполняешь какие-то, ну, военные задачи, военные миссии. То есть, как бы, вот, пожалуйста, вот это вот ассоциировать себя с героем, потому что, как бы, тебя там все называют рядовой, или, там, Вася Пупкин, нахуй, ну, то есть, как бы, у тебя нет бэкграунда и какой-то истории. Ты просто выполняешь миссии, как солдат. Вот тут, да, тут, я соглашусь. В Фиаре они вначале это сделали, как бы, да, ты безымянный, безголосый, безликий оперативный сотрудник ихней, этой организации Фиар. Но в конце игры все равно они ему придумали бэкграунд и связь его со всем этим самым. Тем самым, короче, нарушив вот эту вот связь с персонажем, да, блядь, в СОМе понятно, да, то есть, как бы, там, я объяснил уже, что там не показывают персонажа по причине того, чтобы не портить впечатление. Почему в Амнезию надо безликий персонаж? Как бы, у него есть имя, у него есть прошлое, которое ты узнаешь в игре, у него есть голос, но почему-то у него нет лица. Блядь, разработчикам было впадло его рисовать или что, я не знаю. Ну, я так подозреваю, что в двух других частях будет та же самая байда, то есть, в лучшем случае, мы увидим ручку с фонариком перед собой, которая будет трястись. Ну, это даже не придирка, это я просто что-то вдруг задумался поразмышлять на эту тему. Я вот обратил внимание, что у первых двух частей Амнезии шрифт одинаковый, а у третьей такой он, типа, вот, не знаю, как это называется, но такой вот шрифт эпохи Стимбанка уже, как бы. И там, как бы, уже время-то такое, типа, ну, перед Первой мировой войной, мне сказали. А вот в первых двух частях шрифт почему-то одинаковый, что заставляет меня думать о том, что, видимо, сейчас нас опять ожидает какой-нибудь ебаный замок. Ненавижу замки. Ну, ладно, хуй с ним, погнали. Давно я не страдал, давно я не ругался. Сегодня прям удачный день для того, чтобы этим заняться. Поскольку, когда вы видите значок, не выключайте систему. Понятно, я вас понял, спасибо. Так, давайте сразу, короче, мы полтораху делаем. Пизду, я в первой части уже настрадался ломать глаза себе в темноте. Хорошо, что вы пришли, в этот раз мы испытываем характер. Ой, бля, а в первой части вы что делали, в жопу меня ебли? Запомните, все завершается смертью, ничто не спасется. А, ну, понятно, то есть, как бы, конец игры это смерть. Ну, ладно, можно не играть дальше. Ну же, вставайте, надо идти. А что это за очко такое вообще где? Блядь, заставка такая же, кстати, ну, загрузка. Блядь, ну, короче, я вас понял, все. Тоже, блядь, опять какие-то каменные своды, опять какие-то каменные стены, блядь. Очко какое-то, блядь, в стене, блядь, как в игре. Этот Сайлент Хилл в зерум. Ах, блядь. Как я скучал, нахуй. Причем я более чем уверен, что сейчас опять будет такая же пизданутая сумбурная начало, как и в первой. Ну, как бы это логично. Если главный герой или героиня хапнул настойку амнезии, он тоже нихуя не помнит. Так, ну, по возгласу это девушка. Я того рот ебал. Опять, сука, замок. Небось, еще и тот же самый, блядь. Вот прям инфосотка, нахуй. А че? Я могу двигаться или че? Или это заставка, блядь? А, нет, она типа двигается, она типа ходит. Так. Очень хорошо. Прям вот замечательно, блядь. То есть, здесь она, оно, он, если в первой части в начале идет, как бы, предыстория, да, где он там что-то пиздит. Типа, меня зовут Дэниел, я че-то там, ля-ля-ля. Здесь просто, вот, еще круче сделали. Вообще просто в холостую, нахуй. Раз, и сразу ты в игре. Так, ну, подожди. Дорогие новости, вы сейчас слушаете звук моего безобразного голоса. Дорогие новости, это не позволяйте мне найти, потому что это звук из прошлого. Я даю вас приветствовать в моем кабинете. Это моя исследование на человеческом психе, специально yours. Один из записей были подготовлены для шаперона вас через крометку. Есть несколько части для этого исследования, и это только для вас, не только для вас, но и для того, чтобы понять, какие элементы важны. Пожалуйста, идите, в следующем крометке. Просто помните, они все могут быть в безопасности, всегда есть права. Блядь. Или это голос главной героини, которая стерла своей память и решила сама собой в игру поиграть. Ну, кстати, патефон такой, типа, ну, типа, типа, патефон. Когда придумали патефон? Не помню. Ладно, допустим, хуй с ним, ладно. Не, ну, понятное дело, что, скорее всего, это, ну, если это, типа, после, крепко заперто. Блядь, ну ты креп, нахуй. Понятное дело, что если это дело происходит после... О, во фонарик волшебный. Прям сразу в начале вы даете? Заебись, спасибо. Нет, нет, ну вы видали, нет, ну вы видали? Ну, 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 ну пила же, ебать. Ну, чистой воды пила. Так, а как там че? Ага. Ну, короче, понятно. Точно то же самое, блядь. Я говорю, и замок, небось, сто процентов тот же самый, как и в первой части. Только, может, попозже чуть-чуть. О, блядь, начинается хрустение. Благо я эту яркость выкрутил. Ой, ребята, идите вы в хуй, а. Звенякают там цепями, нахуй. Сломанная лестница. Очень полезно, спасибо. Ну, как бы, ребят, я только, блядь, два дня назад фир затащил. Ну, фир-то куда уж, блядь, насыщеннее на всякие психоделические штучки-дрючки. Так что ваши цепи, кряхтения, пердения вообще не вставляют. Не, ни разу. Блядь, я забыл, как тут кривоёбски нахуй все делается. Угу. Нормально, блядь. Ну, в общем и целом, короче, я так полагаю, это тот же самый, блядский замок. Он вообще прям идентичный. Что ты там, блядь, хрипишь, падла? Ну, главный герой, конечно, тряпка. Так, ну ладно, что у нас тут? 58-й год, а в первой части какой был? Вот я бы ещё помнил, блядь. 30-й какой-то, по-моему. То есть это, короче, уже вторая половина 19-го века пошла. Ну, это уже кое-что. Здравствуйте, инспектор Моро из Управления национальной безопасности. Ммм, блядь. Джуз, твои, блядь, кореша нахуй. Вам известно, что начальник полиции Кале отклонил моё требование арестовать Джустину Флёрбель. О, Джустина Флёрбель, это, типа, вот, наверное, главная героиня. Всё-таки мы играем за девочку. Цэ хорошо. Цэ гуд. Я, кстати, думал о том, что, типа, во второй части бы мне плохо бабы бы сделать главной героиней, а не мужика, блядь. Но, блин, эти, блядь, шведы, они ж, блядь, они ж, блядь, и с бабой сделают такую тварь, которая захочется не то что, блядь. В общем, ладно. Я даже, блядь, ну она француженка, что ли? Флёрбель, блядь, язык сломаешь. Кале, Кале, я не помню, где этот город, честно. За похищение моего сына. О, начинается! Ну, спасибо, что вы хотя бы со старта игры мне сказали, за кого я играю. С самого начала этой истории мой сын Алуис отказался от обязанности перед своей семьей и забросил карьеру. Ну, блядь, у чувака встал, он захотел самку, блядь. Конечно, он вас всех послал. Поскольку закон, похоже, не в состоянии найти состав преступления в детствиях мадмуазель Жустины, точно француза, я прошу вас на этой неделе встретиться с дром... Что значит дром? Виктором Фурне. Блядь, я того рот ебал. Ребят, я испанский пытался учить и японский, но явно не французский. Я это выговорить не могу. Это авторитетный психиатр, эксперт в области человеческой психики, и он уверен, что смог бы найти законный способ взять её под стражу. Если он сможет диагностировать у неё истерию, это даст достаточные... основания для помещения её в сумасшедший дом. Простите, блядь. У меня у самого истерия началась. Я... Я говорил, что я люблю историю, да? Ребята, в 19 веке истерия у женщины... ...приравнивалась к буйству матки. И лечилась женская истерия, вы знаете чем? Паровым фалоимитатором. Бабы просто трахали, блядь, механизмом до полусмерти, блядь. И это, типа, управляло ей мозг. Истерия, сука. Блядь, весело будет, нахуй. Я уверен, что ваше агентство не откажет нам в помощи. С уважением, Люсьен Рассин. Короче, понятно. Главная героиня-обольстительница. Соворотила какого-то чувака. А её психованная мамаша, блядь, ей это не понравилось. Опа. Чё-то его как-то сразу, блядь. С козырей-то зашли, ребят. Я ещё не был готов, нахуй. В первой части монстры-то там не сразу появляются. А чё, а как, нахуй? А как мне с них съебаться от них? Может, по съёбам дать от него просто? Блядь, он услышит, наверное. Давайте по-тихому как-нибудь сейчас с рулем. Я того рот мотал, но не хочу я с ним связываться. Блядь, ну это просто вообще такая падла была неожиданно. Я такой выхожу, как ни в чём не бывалый хуякс. Просто чёрт уже этот тут здесь. Давайте посидим, лучше почитаем. Любовное письмо. Жустина, любимая. Знаю, что я так нетерпелив... Как... Как мало... Чего? Что я так нетерпелив, как Малу и не так силён, как Базиль. А, Малу это имя, извините. Не знал, что такие бывают. И так силён, как Базиль. Но я уверен, что любовь моя сильнее. Разве мои шрамы не говорят тебе об этом? Я буду резать себя до тех пор, пока тебе не будет это приятно. Я даже мог бы убить Базиля, если бы только ты захотела. Знаю, ты говоришь, что любишь его, но он причиняет тебе боль. Я отравлю его снотворным. Бедняжка Жустина, я помогу тебе, только скажи. Алоэс, ёбаный мрот. Джонни, блядь, мне нужна твоя помощь. Парень ёбнутый на всю башку. Вот, блядь, по-другому не скажешь, нахуй. Просто, блядь. Нет, я, конечно, когда у меня ещё было сердце, и я умел любить, я тоже мог всякую чушь вытворить, нахуй, ради любимой бабы, блядь. Но резать себя и убить кого-то, перебор уже. Forgive me. Да? Прости меня. Да так, подожди, они же французы, нет? Ну, судя по именам. Так, ладно. У нас другая проблема. Там какой-то голожопик носится. Нам надо его как-то обрулить, нахуй, по-тихому. Знать бы ещё как... Вообще, с какого хуя он тут лазает, блядь? Тут светло, как я не знаю где, блядь. Они же обычно в темноте лазают. Или он съебался куда-то уже. Не, ну это вообще была падла. Просто в начале игры сразу, блядь, какой-то нахуй враг. Или это так чисто панта ради он попугать меня вывезет? Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Вы чувствуете это, да? Запахло спермой. Чувак, видать, дрочил и молился одновременно. Ну просто такое пыхтение, блядь. Пожалуйста, помоги мне. Что-то я думаю, что я сейчас пожалел бы. А что, а в смысле? Да встань ты, блядь. Нормально, нахуй. Опусти-то рычаг, бестовать. Пожалуйста, будь рычагом. Ты не должен это сделать. Вы слышите меня? Это не слишком поздно, чтобы решить все правильно. А что? Чувак. А что делать? А я должен его спасти как-то или что? А что? Я не понимаю. Извините с места. Блядь, ну спасибо, я уже понял. Ну и, блядь. Мужик, я себе придумаю, как тебя спасти. Я попробую. Если нет, ну извини. Что за хуйня? Что, блядь, происходит нахуй? И опять такой звук подозрительный. Вроде как будто типа пилой что-то пилят нахуй, но... Почему мне кажется, что это... Опять какая-то ебля. Ну, бутылка, а она же светится. А лапа чья-то, блядь. Ты тут музяка заиграла, блядь. Слушай, она... Ну, короче, по ходу дела она немножко переборщила с амнезией. И, наверное, жахнула я хуй знает чего, блядь. Но её, короче, плющит по-капитальному, нахуй. Так, ну ладно. Ну, я здесь. Охуенно-то придумал. Ну и чё? Ну, пошевели его, молодец. А что, а как? Просто, если вы помните, в первой части как бы там у этого... У ебана Александра, или как его там звали. У него же там тоже был замок какой-то, блядь, с приколами, нахуй. Они там тоже, блядь, людей пытали, ебали, и я не знаю, что они с ними делали. Так, ну... Слушай, мужик, а как бегать? Ага. Так. Ну, типа... Что за нахуй? Так, пойдём-ка нахуй отсюда теперь. Да иди нахуй! Не сдвинься с места, ну. Бля, игра только началась, она меня уже начинает бесить. А почему я не могу с ним поговорить-то? Да. Да бабский голос. Мужик! Мужик, скажи что-нибудь. Как мне помочь тебе? Не, ну этот рычаг, я боюсь его дёргать, блядь, я сейчас ещё его кончу, нахуй. Я не хочу. Чё, я ничего не сделал. Блядь, а чё дел... Так, ну-ка, стопэ. Нахуй, обоссанный матрас. Так. Угу. Тема с кроватью не канает, хорошо. Я вас понял. Блядь, ну а хули тогда мне делать? Блядь, этой штуки у меня нету. У меня есть только опий. Чтобы пить. Бля... Великолепно просто, великолепно, нахуй. Игра только началась, а я уже не вообще не просто не одупляюсь нахуй что делать. И там чё-то она ещё пиздила, нахуй, что можете, типа, всех спасти. А как я могу его спасти? I am so... Чего? Sorry. Мне так жаль. И... Мне это чем-то должно, блядь, помочь? Может, это она написала? Не хочу сейчас просто говорить гадость, но когда я играю за девушку, и там кровь, ну вы поняли. Блядь, да, связь. А что? Ну, а тут ничего. Здесь ничего. И цепи нельзя пожмякать. А почему эта решетка не открывается? А вот что ей мешает сдвинуться с места, мне интересно. Так, ладно, попробуем... Блядь, и она и есть, нахуй. Давайте попробуем по логически. Подумай. Логически я могу пойти нахуй. Ну да, это шведская игра, блядь. Здесь надо максимально нелогическое какое-то действие сделать, чтобы пройти куда-то, блядь. Ну, я вообще... Все. Я кончился, нахуй, на этом. Так, ну... Ну, тащи, тяни, что-нибудь ты с ней делай. Очень хорошо. Ну, это уже кое-что, да. Нет. Блядь, главный... В первой части главный герой был просто тряпка. А здесь, блядь... Здесь даже требовать отчего-то от нее нельзя, потому что, ну, как бы, может, у нее силенок не хватает ее сдвинуть. О! Балалайка. Ну, то есть, это, блядь, скрипка. Мужик, на, хочешь скрипку? Блядь, а можно мне это, там, записку какую-нибудь, подсказку или еще что-нибудь типа того? А, тут же есть какая-то понятная. Не, подожди, а при чем тут дневники и воспоминания? Нет доступных воспоминаний. Заебись. Не, ну, а может мне кто-нибудь подскажет, что там это? Нет. Стой. Благая мысль. Блядь, Мигель, ты все еще пытаешься, нахуй, с точки зрения логики в этой ебанутой игре что-то делать? Серьезно? Логики, сука, здесь нету. Вообще. Как и здравого смысла, блядь. Ну и все, и пиздец. Ну ладно, пойду убью этого мужика, может, хоть что-нибудь произойдет. Да пошел ты, нахуй. Прости, но мне придется убить тебя. И что? Что произошло, блядь? Ничего не произошло. Ну нахуй он туда нужен, тут этот рычаг. Блядь. Просто пометуя игру Сома, я прекрасно понимаю, что... Придется всех убивать. Или подожди. Или что? И что мне, как это поможет? Ага. И лестница спустилась. Ладно. Да, тебе интересно, а если бы я наоборот бы дернул вниз-вверх? Ай, короче, ладно, все, пизда. Я играю за оконченную суку, так что можно делать, что хочешь. Я уже понял все, за кого я играю, блядь. Так, мне не нравится этот звук. Вот совсем что-то не нравится. И оно приближается, я так понял. Потому что бегом на окно лучше ебануть. Да ладно, мы не из очка нафтов приехали. Так, а я что-то не помню, а не как там хитуют-то вообще. Сразу ваншот или как? Хотя, помню, там всегда ваншот был. Бля, ну ладно. Ау. Ну заебись. Нормально ты делаешь. Блядь, блядь, даже в ебучем, сука, замки, нахуй, какая-то ебаная это самая, какая штука, нахуй. Вентиляция, блядь, ну. Они преследуют меня просто, эти вентиляционные шахты, походу. Так, ну ладно, послушаем новое сообщение от Аманды Янг. Блядь, да видись ты. Фонографии нет, цилиндра. Спасибо. Блядь, я вас понял. Банина. Ну, например, тут, блядь, кровяка, нахуй, это кого-то там. Понятно, блядь. Я вас понял, все, начинается. Я не помню, с чем я там первую часть сравнил, но эту часть я однозначно сравниваю только с пилой, блядь. А, я там с концлагерем я первую часть сравнил. Вот, малой этот как раз. Я его, кстати, скрипку ж видел, да? Это обещало быть грандиозной премьерой новых произведений Жоржа Бизе. Чего? Блядь, имена у вас, конечно, ребят. Но вчера вечер принял неожиданный оборот. Юный молодой Виньи производил впечатление человека, пребыважающего в состоянии сильного опьянения. Короче, набухался в говнище. Его скрипка визжала, словно смышком лупили по струнам. Публика поначалу была снисходительной, но когда исполнитель стал издеваться над всеми любимой песней «Роза и пчела», потребовала, чтобы он покинул сцену. Возмущение охватило лучших из молодых музыкантов, когда он бросил свой свычок в зал и упал. Монгазель Жустину Флабелю, который, по слухам, был секис с месье Виньи, похоже, весьма позабавил происходящее. Она получила своим друзьям Базилию Жиро и Алуизу Росину унести его со сцены. Так она еще и, блядь, с тремя сразу, нахуй. Я того мира ебал. Вчера вечер спасли другие музыканты-консерватерии, исполняющий превосходный экспромт в отсутствии Мало. Аудитория превзносила своих спасителей и взывала на бис, после чего была вознаграждена захватывающим исполнением отрывком произведения о Оффернбаха и Шопена. Блядь. Я комментировать даже не хочу. Пизду. Мне здесь со старта заявили, что главный герой тварь. Ну, спасибо, блядь, что я могу сказать. Я просто подумал, что в этом, наверное, есть какой-то смысл. Наверное, нет. Давайте тут покрутим. Поздравляем, что вы пришли так далеко. Я очень рада за вас. Я надеюсь, что вы успели избавить М. Форниер. Он был знаком, и коллега моего папа. Комментированный парень. Правильный бонгарсон, но милый. Он подняет впечатляющий фронт, но это все, что я уверен. Пожалуйста, идите. Мы просто начинаем. Нет комментариев, ребята. Просто нет комментариев. То есть его можно было, сука, спасти, да? А каким Макаром, интересно, блядь? Вверх-вниз дернуть ее, блядь? Ой, то есть вниз-вверх, наоборот, то есть как бы, блядь. Ебаная хуйня. Все, я... Дезмораль. Прямо сразу меня расстроила эта игра, прям с первой сцены, нахуй. Сгори, сука. Кстати, нет, знаете, я еще о чем подумал. Нет, это, нахуй, даже не Амандо Янг. Это, блядь, Алиса Ангел из Бенди, чернельная машина, блядь. Такая же какая-то гнусная мразота, блядь. Да она, по-любому, это... Это, небось, ее голос и есть. Она поэтому и молчит, блядь. Потому что она сама себе эту хуйню, наверное, устроила, блядь, чтобы, я не знаю... Зачем-то, блядь. С каким-то хуем. Причем, я так понял, что мы... Ну, наверное, может быть во Франции, но замок почему-то идентичный, такой же, как в Германии. Так. Часы придавали чувство защищения. А, ну то есть это, видимо, ее замок или ее папаша, она только что, короче, обнулила его друга. Не с того, блядь, ни с сего. Джонни, не смотри на меня так нахуй. Я сам охуеваю и я вообще в пизду, я ебал. В этом следующем письме, вы должны быть искренним, что это не искренне. Время выучить на вашем спиритологии. Что вы видите? О чем-то, он утром за беда? Или он был блестен? Может быть, два. Папа говорили, что это не было правильное. Дождь, чтобы вы ведете. окей здесь хотя бы как-то поцивильней там говня на это тюряга как в первой части так а что слайд 2 слайд так не вот это начинает уже не нравится так пойдем к на свет на о стой 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 что это банка это хуйня она разбилась смотри-ка а в первой части такого не было чтобы лучше так расходить чувство защищенности ну и где она почему меня плющит что слайд и наху слайды блять мы в девятнадцатом веке а чё вы блять вообще сушь мне не нравится вот эти терпилы которые там стоят результаты блять здесь что-то не читают эти письма сами а ну да типа наверное специально они не показывают ее голос потому что этот голос ее нахуй на патефоне этом блять сто процентов прям вот инфа сотка тесты прошли успешно наиболее перспективные в каком-то смысле наиболее многообещающим является диапроектор а ну это только изобрели что ли его нахуй каждый день давать джустини выбрать слайд в основном под влиянием настроения это прекрасный способ развития разум это когда она была маленькой она определенно распознает слайдах нечто такое что раньше не догадывался и замечательное воображение превращает персонажа в то во что угодно и в состоянии без всяких усилий свести весь свой опыт к одному из четырех слайдов типов слайдов использование замком секретом оказалось более трудным так как она всегда склонна выбирать два слайда с персонажами развернутыми в одну сторону спросил почему так ну кажется она не совсем до конца поняла вопрос я вообще не понял ни хера чувак из того что тут блять нахерачил какой-то текст я понимаю только одно блять я играю за дно кончено бля в натуре эти чуваки какие-то они какие-то как мумии нахуй ну по идее в подобных коридорах должны стоять эти самые ну рыцарские доспехи а не мумии блять просто эти мумии очень похоже на голожопиков которые за мной бегают а я не люблю когда за на бегают голожопики я вообще не люблю когда за на кто-то бегает я еще с крашу блять бандикута это ненавидел блять когда от чего-то съебываться если уж идет какая-то резнями снять человек убийства тут надо пиздиться нахуй а не съебываться а я прям вот почухал что-то чуть не то блять это то что я это понял это еще не значит что я что-то добился этим блять ну как бы его можно что-то двинуть как-то так наверно надо что-то жмякнуть какой-нибудь книжку блять ручку или хуйню какой стопроцентно потому что видно что блять я опять пытаюсь логически думать в этой игре серьезно блять если так и дальше пойдет джонни вообще перестанет со мной разговаривать решит что я полный ебанат блять ну как ну там даже он сука свет видно блять и следы нахуй что двигали этот ебаный шкаф ну почему его нельзя сука открыть как это работает вообще зачем тогда это делать блять не понимаю о печи а че на печи кстати что-то блять такое тип немножко испанию напоминает ладно будут понимать я просто ожидаю здесь увидеть картину из первой части то что она там меня просто да и было уже капитально она была везде там на каждой стене короче блять я не 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 это сам не эксперт художник художестве так что не будут особо не босс вот тип какой-то наверно папаша решки 5 слайд 4 типа она наверно кто ты кто здесь надо как в пиле нахуй там тоже ну не сомневаюсь очень классная картина прям вот огонь или это вот она а или подожди или это вот она маленькая а это она типа взрослая ну картина конечно картина и блять и француженки они как правило все страшные ну я бы в дол наверное под пиво так если бы набухался может и трахнул бы ее но вот когда он там начал про испорченное дитя я сразу вспомнил желтого и меня это оскорбило ни на не такая мразь жустина 8 лет сегодня я играла на улице с кларисой добрый вечер клариса мы увидели птицу которая клевала улитку она унесла ее и села на ограду у лужайки у улитки была раковина она треснула клариса заплакала и я утешал ее новая горничная услышала нас вышла и начала ругать кларису за то что она играет со мной птица улетела сегодня я была человеком с раскинутыми руками жустина 9 лет сегодня играла со слайдами из отцовского проектора больше всего мне понравился мужчина стоящий справа отец спросил почему я сказала он видит то что ему нравится сегодня было чертовски справа а сегодня был человеком справа не понял четыре сильная 10 лет отец сказал что я выбрал не тот слайд когда довела горничную до слез он хотел чтобы а убрал того что с мечом а я выбрал человека справа и никогда не выберу того с мечом сегодня я была человеком на коленях Блять Двусмысленная фразочка Жустина 11 лет Сегодня отец пришел в мою комнату Я все еще не могла смотреть ему в глаза Он сказал, что мне не следует стыдиться Что я всего лишь попытаюсь Заполнить пустоту Оставшуюся после мамы Когда он отвлекся, я взяла Звездный камень из его коллекции Сегодня я была человеком с мечом Блять Я конечно Блять, я Я не понимаю Почему Вот почему Фраза человека на коленях У меня Пошлая ассоциация И здесь еще более пошлая Он сказал, что мне не следует стыдиться Что я всего лишь Пытаюсь заполнить пустоту Оставшись Это он говорит, что он пытается Заполнить пустоту Или девочка что-то сделала Какой-то дичь Которая Типа Ну Что она типа заполняет пустоту Ей стыдно Моя твоя не понимай Просто это звучало так Как будто Папаша ее начал Короче Пользовать А она взяла звездный камень Когда он отвлекся И стала человеком с мечом То есть Захуячила его Короче Что-то Загадочно Так я боюсь Дергать за рубильник Не-не-не Извини мужик Я не Я не хотел А что А где А как Почему Ну тут рубильник Можно было только вниз Дернуть Без вариантов Бля Че за хуйня Вообще А тут вообще Какие-то варианты Есть Как спасать людей Я-то думал Я уже встал В стойку Думал Сейчас пиздиться будем О Проектор Это же проектор Наверное Да Давайте кино Кинцо посмотрим А еще и синий Ну давай Посмотрим Что там Кадр С силуэтом В рамке А ну понятно Давай первый Раз уж на то пошло Раз пошла такая пьянка Сегодня я была Человеком С раскинутыми руками А ну это Типа что она Проявила милосердие Да Типа сострадала Этой девочке Кларисе Так Ну ладно Давай попробуем Ничего второго Сегодня я была Человеком С мечом Не понимаю Что-то я вообще Не вкуриваю На самом деле Четвертый Человек который Смотрит направо Ну допустим Так это был Четвертый Третий Очень Да хуя Понятно Конечно А Человек на коленях Типа стыд Заебись И что мне делать Вы предлагаете А А что в смысле А может Их все Надо вставить Да и нет Блять Не понимаю Подожди А какой там был Ну Нет Она просто Видозаменяет их Блять Ну давай Типа Я хочу Пожалеть Наверное Типа Человек С растертыми Руками Ну Ну Типа Типа Я что-то Сделал Да У меня Есть пару Мыслей На тему Того Что Типа Сделать Ну пойти Короче Дерну Ну я Короче Типа Вставил Здесь Да Что я Хочу Пожалеть Ну да Если я сейчас Убью Того чувака Это будет Типа убийство Из жалости Если на коленях Это убийство И мне стыдно За убийство Если с мечом То просто убийство А человек Который смотрит Направо Блять Может человек Который смотрит Направо А нет А тогда будет Типа что Ей нравится Что она убивает Блять Я не понимаю Нахуй Че смысл Блять Ну ладно Давайте Тогда Стыд Выберем Хули Я хочу Чтоб тебе Было Стыдно Сука За то Что ты Сейчас Сделаешь Ебаная стерва Пойдем Короче Обновим Можака Но на верхнее Не идет Вообще А что А может сюда Слайд Какой-нибудь Ставить Ну почему бы Нет Бля Внатуре Смотри Ааа Ааа Я понял Я понял Че надо Сделать Ну Почти Понял Так Допустим Это был Слайд 3 Слайд 1 По-моему С руками Распростертыми Давай Слайд 1 Вставим Заткнись Нахуй Тварь А то я Передумаю Так Ну Я типа Вставил Слайд Ааа Второй Какой Третий Что произошло Ну я вставил Слайды Стыд И Прощение Блядь Что за хуйня Что за ересь Не понимаю Так я забыл Их нахуй Какие там Блядь Блядь Я даже сказать Ничего не могу Просто у меня уже Слов нету Блядь Что Это За Хуйня Вообще Блядь В чем Смысл Че Я должен Выбрать Второй Это был Второй А Четвертый Да Ёб Твою Мать Ну Давай Второй Четвертый Ху С ним Блядь Мне уже Похуй Вот Прямо Откровенно Похуй Блядь Я уже Все Понял Блядь С этой Игрой С Ебанутыми Загадками Да И Мужик Меня Этот За Бал Давай Второй Четвертый Ну По субтитрам Я понял Что Видать Все Хана И И Че Серьезно Блядь То есть Как бы Вот Вот так Вот Да Вы Типа Будете Пиздеть Про какой-то Выбор А выбора Нету Наху Можно Только Убивать Людей Ты Решил Их Последнего Шанса В твоих Играх Нельзя Выиграть Твои Подопечные Просто Жертвы Так Ну И Что А Точно Я понял А в чем Тогда Смысл Вообще Так Не Подожди Не Здесь Это Было О Огниво А че В первый раз Не увидел Хотя Да Я Постоянно Глаза Ебудь Так Не Подожди А где Я там Стоял Еще Типа Выебывался Что Типа Двигать Не двигать Короче Я понял Смысл Игры Убивай Людей Чтоб Проходить Дальше Без Вариантов Походу Ну Давай Патефон Расскажи Мне Историю Прятаю Прятая Дальше Ну, может быть, ты ему помогал. Не волнуйся. Я уверена, что он не был в семье. Он, наверное, даже не так хорошо любил. Но сейчас в политическом климате, я уверена, что кто-то уже не убил его. Мы не можем всех быть спасены. Некоторые даже не хотят быть спасены. Да, это комфортная думка. Это спасает нас от пытоков. Она специально все это устроила. И тут, по ходу дела, даже вариантов его не было спасти, блядь. Она прямо говорит напрямую, что типа, блядь, ну типа, что надо его убить, нахуй. Пиздец, блядь, конченая сука, нахуй. Ну да, конечно, естественно, блядь. Откуда? Он сказал, кант. Ну типа, блядь. Че ты за уебанное? Мужик, слушай, я бы сам ее грохнул. Отвечаю. То есть, как бы здесь прямо персонажа мразью делают прямо со старта, нахуй. Я хотел сказать, блядь, мне бы сейчас подсветить что-нибудь, а я потом вспомнил, что если я сейчас зажму свет, которого у меня, кстати, нет, мне тут же прилетит пиздячка, нахуй. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, лошара. Ну, блядь. Жестина была не тем человеком, с которым я стал планировать ее кабинет носить, поскольку прихоть и несчастье на других людей. Ну, короче, я понял вас. Она мразь. Тварь конченая. Спасибо хотя бы, что в этот раз вы мне со старта игры сказали, что я играю за паскуду полную. Чтоб мне еще было неинтереснее, мать. Я уверена, что вы решили, как это все работает сейчас. Ты любишь мои квипсы? Я думаю, что они очень клевые. Не, что я никогда не был такой конверсационалист. Поэтия всегда была моя форма. Но я согласен. О, нам еще и от легавых, нахуй, съебываться. Бля, ну лучше уж к легавым пойти, нахуй. Они меня хотя бы только изнасилуют, наверное. А эти голожопики неизвестно, что со мной сделают. ТА ЛАДНО! ОпЯТЬ! Вы чё, блядь, серьезно? Сами себя решили повторить, нахуй? Опять эти, блядь, попрыгушки в воде? ПИЗДЕЦ! Оригинально, нахуй, отвечаю, блядь. Прям вот. Я, кстати, прочухал это дерьмо еще, когда свечки увидел. Я, кстати, даже, мы как чё-то... Я так съебывался, азартно нахуй, что я даже не посмотрел, куда я прибежал. Что это за место, блядь? Ну, мне здесь не очень-то нравится. О! Рукоятка. Ну, я сразу догадался, что это рычаг. Хотя он похож на факел немножко, блядь, но... Не, блядь, дорогие разработчики, у меня один вопрос. А вот в чём понт? Ладно, в первой части ещё можно было хотя бы в начале игры посочувствовать персонажу и как бы... Ну, типа, потом тогда, типа, как-то такой твист внезапный, что, типа, он оказался мразью. А здесь вы прямо со старта мне говорите, что она мразь, причём конченая. И причём вот совершенно неудивительный вот момент, что, блядь, эти сообщения сто процентов это она сама себе оставляла. Ну, как бы, блядь. Я ещё хожу и убиваю людей здесь, нахуй. Так вот, откуда в сумме вы это взяли, да, что надо всех убить вокруг себя, блядь. Гениально она, просто, блядь. Какие же вы, блядь, конченые. Я почувствовал неладное и решил дверь закрыть, ну его нахуй. Очень милая композиция. Как скажут Джеки, бля, ещё бы пару фейкусов сюда. Не, ну что-то как, вообще, жесть какая-то. О, а вот эта комната мне нравится. Если бы воды ещё не было, вообще было бы замечательно. Так, это что-то горячее. Там, наверное, уголь. Уголь. Угу. Ладно, эти шестерёнки. Шестерёнки я сказать люблю. Ммм, паровые трубы. Ну ладно, игре это особых плюсов не даёт, нахуй. Это чисто так. Моё, моё личное стимпанк самолюбие потешит немножко. Я люблю трубы, всякие вот эти штуки, механизмы. Ну, у меня просто сейчас нет настроения на моэзию, как я в эфире там, да, на радости, блядь. Про сердце машин говорил, здесь что-то я прям. Я в депрессии уже, махуй. Ну, могли бы хотя бы, да, ну ладно, я понял, что... Я ожидал этого, блядь, в принципе, от игры, но я как бы, ну... Могли бы хотя бы сохранить интригу, не сразу говорить, что она тварь. Чё сразу-то, блядь, взяли и обломали. Вы чё, издеваетесь, что ли, надо мной, нахуй? Вы мне хотите сказать, что я в лапках должен тащить этот ёбаный кусок железа, нахуй. Эх, ладно. А, ну хотя мы в первой части что же, блядь, эти шестерёнки таскали, нахуй сами. Меня ведь не глючит, нет? Так, ну и что? Я чё-то, чё-то я не то делаю, стопроцентно. Это машина такая шумная или это какая-то трагическая музыка заиграла? Нет, закрой на эту дверь, а поздно. Да, он уже меня спалил чуть-чуть. Так, ну какие у меня шансы есть развернуться с него в этой хуйне и убежать? А чё, он не может открыть или не хочет? Я распалил. Я распалил. Ладно, хорошо, а дальше ты что будешь подругой делать? Ну да, действительно. Окей. А, и что? И что вы мне предлагаете делать? А, и что? И что? И что вы предлагаете сделать? В смысле? В смысле начать новую игру? Не понимаю. показать подсказки показать посмертные подсказки показать прицел стиль фокуса не понял не понял смысле начать новую игру это сейчас еще за хуйня было а не понимаю в чем прикол охуенно это что да вставай мать твою понять просто эту вещь а как же авто сейвинг нахуй там нет чего за хуйня с чего вдруг вообще являет меня в меню выкинула блять после смерти чё за хуйня происходит может объяснить назад к игре настройки я вас понял все до свидания несохраненный да а тут нету сохранение это блять а что почему короче все ладно я вас понял на этом мы заканчиваем эту игру потому что я она не сохраняется а как я ее должен проходить она не сохраняется и меня блять все геймор сразу после одной смерти блять не забывай правила запомните все завершается смертью них хуйта блять и я того рот ебал все блять пизду нахуй придется тогда сразу приходить к третьей части ну как это нахуй как это она не сохраняется и как это сразу game over блять что блять короче все да я даже не пизду все короче интернет в помощь я залез посмотрел и я понял точнее я нашел ответ на свой вопрос почему шрифты этих двух частей одинаковые juistin это не амнезия 2 это dlc к амнезии один да оно происходит во франции но замок точно такой же как в германии просто потому что разработчики ленивые мудаки короче игра очень короткая я там посмотрел по прохождению максимум 40 минут сохраняться в ней нельзя то есть я кашу все понимаю но вот посерьезно да вот на полно на серьезных щах мне заявляете причем там по-моему выбор то у тебя дается трижды нахуй на всего за игру блять кого спасти или нет ну видимо вот 3 ебаря блять али нет она же там не ебаря блять ну не суть короче короче говоря сохранения в этой игре нет и как бы я так понял если ты вздох то все game over сразу как бы блять ну оно не играбельно вот ну вот вообще не играбельно я я не какой-то там супер-пупер кипер спортсмен нахуй чтобы так играть блять то есть блять игра с ваншотом это не игра просто блять что такое на еще они главное автосохранение про автосохранение что-то там пиздели в начале но если если она не сохраняется в принципе эта игра на компьютере как-то типа написали что через кряк можно ее сохранять но на playstation то нет так что так что нахуй она идет я я не буду такую хрень проходить так что блять я отмонтирую эту неудачную попытку все поржут я надеюсь пак поймут мою боль а всякие задроты типа витя и желтого пускай блять скачивают себе амнезию потом мне показывают какие они крутые что они ее прошли блять без без единой смерти нахуй а блять но она даже может их лучшему значит мы приблять к машине для свиней перейдем раньше блять надеюсь там есть сохранить бишь если там такая же сранья я того рот ебал пизду все на этом блять на этом мое знакомство сделался с женщиной в главной роли закончена блять ну его нахер игра окончена я убью тебя сущие посылы чертова дрони я убью тебя